Зачастую складывается ситуация, когда необходимо идти на определенный риск. Сидеть кукурузу в чуть более ранние сроки, когда температура почвы пороховая, в районе 9-10 градусов, возможно, произойдет похолодание, температура опустится, и кукуруза в таких случаях не может дать быстрый старт развития, не может дать быстрые всходы, но сорнякам требуется меньше тепла. Мы можем столкнуться на ранних этапах развития культуры, когда у кукурузы 1-2 листа всходы с достаточно высоким фоном засоренности на поле, и необходимо принимать решение об обработке. Коллеги, как вы видите, кукуруза на поле находится в фазе 2-х, начала 3-го листа, то есть с обычными фолярными гербицидами работать еще рано, и можете оценить то засорение, которое здесь присутствует, тип засорения смешанный, основные сорняки в регионе Центр, все их можно увидеть на поле, это горьцы, это марь, это редька, есть немного вьюнка, и также уже начинают проявляться гировые злаковые сорняки. Фаза у злаков 1-2 листа, в коих-где появляется 3-е, то есть после 3-его листа уже пойдет кущение, уже злак проконтролировать будет чуть сложнее. Также есть небольшие по полю куртины с осотом и падалицы подсолнечника. Если в данном случае подождать до 3-его листа, при условии, что сейчас у нас температура днем плюс 14, ночью опускается в среднюю, плюс 6, плюс 7 градусов, куруза развивается медленно, и пока мы будем ждать 3-го, 4-го листа, когда можно будет работать обычными гербицидами, уже урон, так сказать, полю, нашему будущему урожаю будет нанесен. В зависимости от видового состава, количества сорняков, времени продолжительности конкурентных взаимоотношений кукурузы с сорняками, урожайность может снижаться от 20 до 70%. Кукуруза, как живой организм, она замечает присутствие конкурентов, в частности сорняков, на поле, и нормальная реакция, она хочет обогнать, затенить, собственно, сорняки. У нее немного изменяется модель роста. То есть она начинает больше расти вверх, формируя меньший объем корневой системы, и после фазы 5-го листа, когда укурузы будут, пойдут уже процессы подготовки, так сказать, к закладке урожая, тот объем корневой системы, который в почве, он будет напрямую влиять, собственно, на потенциал растения. Сорняки мало того, что потребляют влагу, которая находится в почве, те питательные вещества, которые находятся, которые вы вносите, но также при наступлении дополнительных стрессовых факторов это влияние будет усугубляться. В центральном чиноземье встречается достаточно широкий спектр сорняков, но наиболее сложные сорняки для контроля в кукурузе, которые больше приносят в виду, на мой взгляд, это все-таки злаковые сорняки, как однолетние, так и многолетние, потому что они сходны по биологии с культурой, их чуть сложнее контролировать. И также, если упустить злаковые сорняки, они как губка выпивают азот из почвы, и у кукурузы потом происходит, собственно, недостаток, а любой недостаток на ранних этапах, там, в шестой, восьмой лист, это будет вести к снижению урожайности в частности. Для раскрытия максимального потенциала кукурузы наша с вами задача на поле защитить кукурузу от влияния сорной растительности, от стадии сходов до восьмого, десятого листа. После десятого листа уже не будет такого значительного влияния на урожайность, и чтобы поле наше с вами было чисто, или сорняки присутствовали, но минимально, которые экономически не вредили, есть три применяемые стратегии по защите. Это применение почечных препаратов кто-то применяет, кто-то работает ранее, после всходова, это от всходов до фазы второго настоящего листа на кукурузе, и обычными фолиарными гербицидами. Также есть интенсивная система защиты, которая подразумевает двукратное применение гербицидов. Это применение почечного препарата, и в 4-5 листьев минимальные дозировки по фолиарным гербицидам, чтобы мы создали достаточно большой период по защите на поле. Коллеги, мы с вами находимся сейчас на опыте с гербицидом «Люмокс». Данный гербицид возможно применение как почечника, так и ранее, после всходова. Слева от меня вы видите результат работы «Люмокса» как почечного препарата. Здесь он был применен в дозировке 4 литра на гектар. Норма расхода рабочей жидкости 200 литров на гектар. Сразу после посева данная кукуруза сеялась 30 апреля. И справа «Люмокс» был применен ранее, после всходова, сутки назад. В дозировке уже 3,5 литра на гектар. Также 200 литров расход рабочей жидкости. В дальнейшем мы покажем вам, собственно, эффективность работы. Давайте поговорим о том, как правильно работать «Люмоксом» почвенно, как правильно работать ранее, после всходова, какие есть нюансы, ограничивающие факторы, на что стоит обратить внимание. При работе «Люмоксом» почвенно необходимо учитывать все те же самые нюансы, как и при работе с любым почвенным препаратом. Во-первых, это разделка почвы, наличие растительных остатков на поверхности, их должно быть минимальное количество. Правильная настройка обрыскивателя и наличие, собственно, влаги. Ссылка на 7 золотых правил по работе с почвенными гербицидами будет в описании. При ранее, после всходового применения «Люмокса», основное, на что необходимо обращать внимание, это фаза развития однолетних злаковых сорняков. Они не должны перерастать в фазу одного-двух листьев. Там, где препарат попадет на почву и будет достаточно влаги, он свяжется, то будет в какой-то мере еще дополнительный почвенный экран. Но стоит понимать и здраво оценивать поле и тот спектр, ту площадь покрытия сорняками, которая присутствует на поле. Потому что если препарат попадает на сорняк, он его контролирует, он на нем остается. На почву, к сожалению, не все попадает. Если у вас на момент обработки поверхность почвы достаточно сильно закрыта, инфляционной растительности, то гербицидного экрана почвенного хорошего не получится. Дополнительным плюсом при обработке ранней послесхода будет эффективный контроль многолетних координат прысковых сорняков. При условии, что они уже есть на момент обработки, препарат на них попадет. И также будет очень хороший контроль падалица подсолнечника. Неважно, будь то классика, будь то сульфа, будь то подсолнечные системы Клиарфилл, Клиарфилл Плюс. Подводить итоги, препарат Люмакс обеспечивает эффективный контроль сорной растительности на ранних этапах вегетации, как при почвенном, так и при раннем послесходовом применении. Ранний контроль сорняков расширяет окно применения гербицидов на кукурузе, тем самым снижая нагрузку на опрыскивающую технику. Защита кукурузы на ранних этапах позволит снизить влияние сорняков и вполне реализовать потенциал по урожайности. Также при выборе гербицида Люмакс обязательно знакомьтесь с регламентами применения и рекомендациями по варьированию культур в силу вороте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!